Ну а если Ривкин будет боковать, то арендуем мини-подводную лодку, короче, в Канаду доплывем, повесим Ривкина на турник, и я буду по пузу ему работать, короче, двоечками, и боковую еще отрабатывать иногда, блин, на этом говноезде, блин, ну ладно. Троечками, короче, так. Так, ребят, все, я здесь. Так, я какие-то тут вводы запускаю. Здесь у нас Скиллос, смотрите, со Стрэнджем играет. Ой, я думал, Скиллос фотонит, я уж испугался. Не, ни хрена Скиллос не фотонит. Ладно, все, не отвлекаюсь, ребят. Скиллы Стрэндж. Есть пара челленджей от Пустоса, если Стрэндж занимает первое место, он трешку на турнир добавляет. Ну, можете и меня, и мой канал, естественно, поддерживать, пацаны. Вот, всем за это громадное спасибо просто. Стоим мини-падвод. Сильвана, это Наруто, такой игрок, пацан. Сильвана, какая Сильвана? Есть ты, Яндек, про Ривкина туда. Ну, мы миллион раз пытались с ним договориться, что он куда-нибудь там на какие-нибудь турниры хотя бы пускал. Ну, ни хрена, короче. Он все принципиальный пассажир оказался. Вот. Ну, ничего не поделаешь. Так, у Стрэнджа что? Два адепта вперед летит. Ребят, извиняюсь, что отвлекся. Много кипиша. А, ты отстримлена сегодня час ФП. Нет, полчаса ФП в начале стрима сегодня после записи до часа дня. В час дня отстримлена, соответственно... Так, Стрэндж адепта пытается заходить. Есть пилоны, есть. Видит Стрэндж пилон. Он с часа дня отстримлен, с часа дня, точнее, отстримлен турнир по новому балансу GSL. Вот. Запись выложена, можете смотреть. На ГГ-плеере, естественно, по-другому не выложить ее. У Куверчаж Стрэндж выманил, красавчик. И уходит. Развел, развел сейчас оппонента своего. Очень четко развел. Здесь плюс два сталкера подходит. Вот, GSL New Balance. И потом отыгран шоу-мач с Зергом. Предварительно ФПшечки чуть-чуть. А сейчас мы смотрим, в общем-то, Starline группу С. Завтра группа В, группа Братка будет. Вот, сеточку просите в чатике. Вот. Разработка завершена. Так. Опять Skype начинает глючить, ребят. Блин, МиГ-29 разбился. Илюха, если ты смотришь, все-таки подтвердили. Печаль полная, но жив. Вот, что самое главное. Так, Стрэндж пушит. Здесь грелочка. Но у Стрэнджа-то тоже грелочка есть. Короче, здесь две базы. У Стрэнджа одна. Стрэндж видит грелку у оппонента. Здесь второй оверчаж уже у Скиллса сейчас будет. Так, адепт будет заходить? Нет, адепт не заохот никуда. Пробивает Стрэндж. Грелка. Так, куда ты в Нексус-то фокусишь? Стрэндж мискликает. Ё-мо, какой ужасный мисклик со стороны. Стрэндж же сейчас, но ему все равно хватит юников. Посмотрите. У него больше Сталкеров, больше всего у него здесь, чем у Скиллоса. Мазерпор тоже отфокусил. Сталкер продолжает фокусить. Адепт живой. Вот тут на одном ХП. Он там в пробочем демидже наваливает. Будь добр. Сейчас пилон надо фокуснуть. Грелка вылетает. У Скиллоса новая. Надо ее фокусить. Даже разогрев ее не спасаетесь. ГГВП пишет. Скиллос это 1-0 в пользу Стрэнджа. Хай-хай. Вижу я как раз. Сейчас задержка. Я чуть раньше тебе сказал. Я уже давно видел. Просто сейчас подтвердили. Это печально. Но главное все живы. Но 29К мне очень нравится. По виду эта машина, конечно. Ну что. Арианосов-то у нас один. Вот такой. Поэтому печально, короче. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо, чизирок. Это Юра уже разыгрывает что ли. Ребят, Юрчик будет разыгрывать премиумы, наверное, сейчас. Ну вот. Да, Илюх, согласен. Конечно, это самое главное. Жаль только. Машину, ну, что-нибудь еще он поделаешь. Кто машину жалеет, как Апакидзе в свое время. Хотя, хрен знает, что там было. Печально иногда бывает. Как оказалось, моего старого знакомого кореша, кстати, Димана могла... Опа, скиллос-то, смотрите, что творит. Отец служил в острове как раз тогда. И он маленький кобыл на этом шоу присутствовал, когда он разбился. Я даже удивился, чтобы про это рекомендовал ему форсажку не посмотреть. Не знаю, посмотрел он или нет. Пилон почел от скиллоса. Стрэндж видит. Готов ли к Стрэндж зафотону? Лаврот хороший. Ну, Стрэндж же везде все ездит здесь. Что-то у скиллоса ни хрена не получается. Сейчас первая фотонка пошла. Сейчас Стрэндж запил. Здесь пробка потеряна. Это 2-0, скорее всего, ребят. Конечно, здесь ничего не сделать. Зилок заказан. Ну, Стрэндж уверенно сейчас действовал. То есть он как бы не дал просто пробке проникнуть. И все. Скиллос при этом ничего не отменяет даже. Так. Ну, здесь неплохо потомку наперевадную. Выезжает еще одна пробка. Но Зилок будет готов. И Зилок не даст уже ничего сделать. Зилок не даст обмануть себя. Он просто разрежет все к чертям. 2-0 Стрэндж. Изи просто. Так. Ну, сегодня лузера вперед. Продолжение следует. Спасибо, Юж, за китайцев. Смотри, тут какие-то матчи быстрые. Сейчас уже все кончится. Но если сегодня не успеешь, завтра разыграешь. Что там? Спасибо. 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 Так, все. Манчик создал. Спасибо. 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 Манчи ГМЛ, Фоллинджер. Я не знаю на данный момент кто, в общем-то. Ждем продолжения. Сейчас я амсетку запилю, пока есть время, ребят. Вот у нас группа вот эта играет. Стрэндж Скиллс, Фоллинджер, Кванчи. Дальше лузера третьим матчем. Потом Винера и Десайдер лузера. Это мы приняли решение с Юрой, чтобы интересность стрима не падала. В общем-то, отыгрывать именно так. Ну и ждем продолжения. Бабуля. Не против. Угол. Всем привет. Всем привет. Меня зовут Костя. Как бы фотонки бы они не достроились, если изилок их уже лепил, а они только заказаны были. Их даже пробками, если спилить можно, то уж другими это точно можно спилить. cionalнее цвет. Немного цвета came, горячий, по подкор ändern канCDи. Когда запускаем Theater, я reckless ресторан и так стеновой не это как тебе удобно вот спасибо юр большое ты блин незаменимый просто на самом деле у нас есть незаменимые не с кем некого вообще там это запилить вот сейчас скину китайцам ребят версию skype я вам уже говорил если у кого есть 7.30.66.103 если у кого есть инфа почему сообщение вовремя не шлются и как пофиксить сообщите мне гуглить просто некогда мне искать техника виновата ну то правильно конечно что лифанул дерзкие подчеркивания салдиера активировал премиум на ваш канал спасибо дерзкий солдер что-то зергу там налепили бабла смотрю судя по рейтингу чтобы он не расстраивался после матча судя по всему а ему что хомсторе надо их ну да ему надо на самом деле ребят вот ну и вы поддерживать не забывайте естественно хотя поддержкой так гигантская идет нужно закрепляться укрепляться чтоб не потеснили появилась жесткая конкуренция и все дела адептом короче говоря пошли глефы ну что здесь и летает полин же ровером поле дар шайн палец у веру уже никуда отсюда не деться естественно так а где гейты вообще чуть не курил а вот пошли гейты у конча чем все с двух гейтов собирается дарку филипп а сколько дронов нужно чтобы начать строить ультру то есть эта технологическая ветка ребятки газ пул лэйр инфестейшн так погодите газ пул лэйр не дронов не нужен инфестейшн люк и ультралис кевин 4 дрона нужно так опа а здесь смотрите чё творится это чиз чизмане 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 тыжмане подвела такая версия скачал новую мне скинули ссылку не знаю короче откуда вот скинули экзешник мне не знаю короче ребятки где там чего василий иванович 4 дрона все правильно сказал а инцелад почему 34 надо пул газ инфестейшн и люк и ультралис кевин или я что-то ошибаюсь так со звуком все в порядке вот и я про тоже без добычи как бы а еще даже 5 дронов а ну хотя если без добычи вообще туда туда получается 4 как бы так что юр что-то тут вот это вот без учета добычи газа и минерала а здание то считается а здание то считается на самом деле ну короче ладно решайте сами вот я считаю что 4 приходит кванчи что-то фонанжер десизия отбивается без добычи минералов и газа минерала то ты добываешь дронами а газ то здание надо построить короче ладно какой то вопрос на сам 10 3 тогда и 4 правильно давай двум премиум то сразу а то как-то не ахти получается так ребят 106 7 из 7 полинжер бьет что-то дарки больно делаю здесь полинжер нормально бьется рабов правда столько шпуку упротся но если он пробреет то это гг ребятки фоллинжер то царь вообще нечего то все езди этот блин так жду инвайта блин где звуки те эти сраные а так короче короче очень туповат короче как вконтакте звуки отключающие все нашел все ребят постараюсь будешь не отвлекаться что-то везде меня на части разрывают до контакта то ему я сбросил кэш недавно у меня все настройки короче поменялись skype в итоге вообще косячит все везде косячит печаль какая-то полная вообще ребят я вас всех рад видеть извините что отвлекаясь сейчас будет гораздо меньше в общем то моментов для этого все вроде сделалось без учета добычи газа без учета добычи газа это значит что без учета тех дронов которые минералов будут на минералах и газа но это не значит что здание само не считай короче ладно не буду спорить короче короче ты там сам делай как надо вот но я считаю что короче кто там сказал 4 первым я сейчас возьму отдельно ему прям просто и вопрос решено все а ты там дай кому ты считаешь нужным вот просто старайся вопросы так вот именно нчл отоптивировал премиум на ваш коррект не формировать отпишитесь там василий иванович или кто там был я не понял не помню уже чья прем возьму вот сейчас приятная для пацанов ребят 10 премиум я думаю можно два более маленько даже разыграть чайщик наберу немножко не станет киви неудобно как бы все это покупать блин с г-плееры удобнее гораздо было пиши василий иванович или забыла кто там был да не за что яндек не просто грю настройки сбились да кстати пацаны помните что премиум не один а несколько можно в этом месяце активировать и будет продлеваться поэтому участвуйте в конкурсах и т.д вот все я разобрался с кайфоном и 4 сам из катер не приходит ема где сам из к и 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 влазить своими всплывающими самощи можно как-нибудь всплывающие окна закрыть без статуса чтобы они не вылазили опа опа а вот это называется уже на рандомчик решил Фоллинджер впилиться здесь. Чисто решил на удачку, что называется, ворваться. Так, линги бегут мимо адептов, адептами минусуют кванчи. Есть глефы, есть даркшайн. Ну и все это значит, что здесь навряд ли фоллинджер продавят. Что-то здесь переселение вошло в великое китайское сентряк. Кая сентряк, дарков надо варпить. Пелон не погибнет здесь, дарки есть, здесь адепты унижают. Короче, это 1-1 быстро, ребятки. Судя по всему, какие-то сегодня быстрые игры у нас просто в этой группе, я смотрю. Ой-ой-ой. Линги все-таки зашли, но здесь адепты расковыряли просто зергу всю экономику. А дарки, безусловно, отобьются. Что-то фоллинджер не... Вот если бы он делал это с лейром, то было бы совершенно другой расклад. Вот, пришло, все, пришел прям Василий Иванович. Сейчас тебе запилю, короче. Запилил. Вот. Подтягивай Петьку, короче. Василий Иванович активировал премиум на ваш канал. Вот. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Да нет, за что, Василий Иванович? Короче, пусть Юра там пилит. Я надеюсь, что вы там разберетесь все. Коу что-то спорит с Киллосом, горячие финские парни. Фотонить? Это тоже имеет место быть, на самом деле. Билд этот. Сос фотонил в GSL там не раз. Многие фотонили. Это не значит, что надо каждую игру, как Кобрач, так играть. Вот. Все дела. Продолжение следует... Так, у Фолленджера первым золото пошло. Все, давайте хоть третью прокомментирую решающую. Блин, а я чувствую, окно закрыто. Наши рабочие атакованы. Дуэльсмэна нету. Чувствую, у меня кислородное голодание, потому что мозг плохо, походу, соображает. Потратил на Zerga слишком много кислорода, особенно на последнюю четвертую игру. Вот. Смотри, углубай. Вы еще подеритесь, горячие финские парни. Я прикалываю где-нибудь на лане, да, там. Кто-нибудь фотонил, не удалось там, или удалось, и кто-нибудь, говорит, ты там, Zerga TV-шник, или как-нибудь там, фотонщик у кого-то бомбит. Просто в пятую точку температура повышается, и начинается драка, например. Вот это эпично было. Хотя наверняка где-нибудь такое когда-нибудь-то и бывало. Раньше бывало, но как бы раньше не фотонили в первом Старкрафте. Так, что Shadow Marine, как премчик активировал, не озвучилась странно. Так, смотрите, что творится. Пролетает. Так, видит все прекрасно здесь у нас. Так, что кто видит-то? Никто ничего не видит. Ни Proz не видит вот этого, ни Zerg не видит вот этого. Вот. Но для Proz это не очень расплата. У него вынесен продакшн из дома просто. Shadow Marine активировал премиум на ваш канал. Так, что-то с задержкой это все рассказалось. Вот. Второй что ли уже? А не, не второй. Наши войска атакованы. Так, загружается здесь. Да, Morphils Over. Пора садиться, лететь. Что ты делаешь, Fallinger? Дропайся на Сентрю. Скорее, Линги бегут сейчас активно. Вперед. Без Мазеркорова и бил сейчас у Zerga. У Proz. Что, куда летит Over-то? Что творишь-то? Ё-моё, ты! Ну, дает Fallinger, а. Ну, Валерик, не. Валерик, конечно. Просто выигранную игру. Если сейчас сольет Fallinger, то это будет провал. Линги дотекают, конечно, сюда. Но посмотрите, какие потери гигантские. Здесь уже три адепта есть. И всё, это провал. Выигранную катку, ё-моё, взять. И так, блин, вот дропни ты на Сентрю сразу с этого овера. Ну, надо ж внимательнее быть в таких ситуациях. Ключевых, чёртов повери. Чё бывало потонили? Вот, меня? Меня часто потонили, ё-моё. С Коброй сколько играл. Я же на ладо попадался. Не только с Коброй. Иммортал пришёл домой. Fallinger'у пора понять, что здесь уже ни хрена не заходит. Паня пара... Паня парать. Пора понять, что Иммортал, хрен пойми, откуда вообще прибежал. Ну, у Боллинжера загорелись в глаза. Он зажал, и с Z он топит. Короче, вперёд. А здесь адептов... Какие, ё-моё? Здесь даже если пробьёшь этот пилон, тут ничего не светит вообще. Адептов 10 штук. Куда ты, ё-моё, ломишься? Так, куда 10 адептов? Линги всё бегут и бегут. Здесь призма заказана. Рабов просто сейчас заказать. И всё. Нужно искать прокси. С Zerg'ом, во-первых, я поставлю запись на ночь Кореи и этого матча. Во-вторых, когда кончится стрим, чтобы сейчас ничего не лагало лишний раз, я запилю на YouTube всё выкладываться, что сегодня было. Starline, соответственно, и шоу-мач против Zerg'а. Так, 37-35. Между прочим, у Фоллинджера лимит очень даже неплохой. Рабочих. Но боевого вообще нет практически. Здесь контрзабегание опять же пошло. Но адепты уже приходят. А Фоллинджер... Вот сейчас 7 вместо 7 дронов, 7 роучей. Заказываем и всё ништяк вообще. Но мы не заказываем 7 роучей. Мы заказываем 7 дронов и ни хрена больше. Линги забегают. Ни в коем случае здесь драться нельзя Фоллинджеру. Он приблиз... Вот сюда бежал бы просто на... Ну, хотя здесь 2 оверчажа или 3. Короче, везде всё плохо без роучей. Везде всё плохо. Судя по всему... Ах, судя по всему, не получится втащить. Кванчи здесь Фоллинджеру. ПВ. В ПВ я один раз видел на одной карте. Мы ещё с Ро Ромой, который из Питера. Зерк такой был Рома. Экс они с Просвета были вдвоём. Угорали давно. На каком-то ВЦГ. Не помню. Стареньком ВЦГ. Забыл, как игрока зовут. Он взял в группе одну единственную карту за Фотоном в БВ. Это вообще был такой зашквар. На карте такой маленькой, длинной. То ли Кархал Церосом, то как-то... Кархал там что-то она называлась. Я не буду врать. По-моему, Кархал. Он за минералами поставил там. Нашёл точку такую. Зафотонил просто Чева. Больше я примеров не видел в БВ за Фотона. Реально, пацаны. Так, здесь уже какой-то опять гейт запилен. Причём это для Протса Улын на самом деле. Вот что самое интересное. С него только Адепты. Глеф ещё нету. И Мортлый только строит. Сейчас полетит призма вперёд от Кванчи. Видно, что Кванчи тоже нервничает. Я реально смотрю. Он как бы делает-то чушь полную. Это просто сейчас наошибался. Фоллинжер в контроле. Вот если бы он нормально дропнулся... Я вот честно скажу. Нормально дропни Лингов, не долетев досюда. А вот сюда на краешек. Здесь одна Сентря стояла, Адепт подходил. Пока пробок не было бы. Сгрыз бы Сентрю точно бы. А это уже бы решило. Потому что тогда бы здесь бы Лингами можно было побегать, поразвлекать. Здесь бы передропнул. И с двух направлений пилон выгрос. А может быть понервничал бы Протс. Здесь где-нибудь уверчаж повесил. Хотя это я не знаю, как надо так дико понервничать, чтобы так беспонтово уверчаж вывесить. Ну, Фоллинжер, кстати, отстроил рабов. Смотрите-ка. И у него более-менее ситуация. Но Роучи нихрена не прикрывает. Муф им еще не готов. Поэтому Адепты на халяву захочут. Они на мэн еще сорвутся, естественно. Или нет? Они к золоту срываются. Они к золоту срываются. На золоте просто громят. Все, Адепты. Кланчине. Вот надо было сейчас не эскейп. Надо было эскейп. Нажать 14 дронов. Опять уничтожено. 10 плюс Роучи будет у Фоллинжера сейчас. Сейчас надо... Что нужно делать Зергу? Ему нужно вот этих вторых 10 Роучи отбиваться дома, а этими гнать Адептов. Если ты будешь за иллюзиями гоняться, ты никогда просто ничего не сможешь отбить. Два Адепта на третьей базе. Короче, Фоллинжера загонял. Кланчи сейчас жестко очень. И все равно все Роучи бегут вперед. И все равно все. Ну, блин, напополам надо делить. О, здесь уже вон что творится. Не, это печаль. Здесь и золото готово. Да, нужно более четко Адепт подбивать. Тогда будут шансы, конечно, на победу. Ну, хотя сейчас 62-40 по-боевому, что самое интересное. Можно пойти вперед, попытаться что-то там предпринять в атаке. Но что можно предпринять? Еще 8 Роучи. Ну, да, здесь вот эти сейчас пустятся товарищи, конечно, и они расковыряют все. Просто все расковыряют. Заходит Фоллинжер. Здесь имморталами ломает камни оппонент его. Здесь 4 оверчажа будет просто. Имморталов-то Фоллинжер сломает. А вот оверчажа и зилки, что с ними делать? Телепорт пошел. Камни надо пробить и сюда зайти. Что за тупре-то, е-мое? Что за тупре? Камни пробивай. Можно было... Ну, хотя там с тыла бы подошли. Имморталов тоже. Здесь фил сейчас будет на рампу, собственно говоря. И все окей. Хотя нет, Кванчи что-то не куривает. Тут профил. Золото начал Фоллинжер добывать. Но полиамид это уже катастрофа. Здесь 2 дестабилизатора есть. Как бы очевидно, что здесь все плохо. Ну, можно сейчас вот хорошо прижечь. Можно роущей было, Кванчи. Вот раньше надо было стрелять. Все, они ушли. Когда они заходили в рампу, прямо вот сюда мог патрон прилететь. Там бы фаршмак был вообще голимый из этого всего дела. Прям даже... Прям даже не надо было бы молоточком мяско отбивать бы там. Там так бы хлопнуло, что уже только... Только котлеты можно бы делать. Даже шашлычка бы не запилил бы ни хрена. Вот. Так. Получается слабая игра. Ты что-то вопросов много ставишь. Ты меня спрашиваешь? Или ты сам определил как бы? Если ты сам определил, то ты эксперт. Если ты спросишь у меня, то очевидно, что я посмотрю, что Кванчи, например, ГМЛ у него 5800 или 5900 ММР. Правда, я недавно халяву его просто блинком проверил, но это реально как бы там случайно получилось. В той игре фаерболами не попадает. Фольн же, кстати, держится пока. Ну и здесь вот что. Здесь тяжело очень будет отбивать все это дело. Так, до арков, до варфа идет. Ну куда ты? Да видно, что призма уже свернулась. Юнитов надо поймать, попытаться. Ну ладно. Ой-ой-ой, больно-больно-больно. Но последние, последующие патроны как-то не очень хорошо полетели. Здесь дарки выпили лихату. Фоллинжер не смог ее отменить. 83-132, судя по всему, по лимиту сейчас ситуация. Падают фаерболы. Г-г-г, пишет Фоллинжер. Вот. Кинчинзерга и других донат. Это за шоу-матч приз. Какой донат-то? Это же не поддержка канала. И ты говорил, что будет, как бы за шоу-матч. Я добавил тех, кто поддерживал только просто кагу. Кимчинзерга, призовой кагу. Кап! Кап! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Скайф уже обновлён давно. Установленная версия является самой последней стеновой. Ты влезаешь не в своё дело, как бы. Это 100%. Фоллинжер против Скиллса. Поехали. Поехали. Так, Юрчик поел, сейчас продолжит премиумы раздавать. Я, конечно, ну... Короче, ладно, забейте, давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Так, Фоллинжер один-два проиграли. Так, Фоллинжер один-два проиграли. Это матч лузеров. Скилл с Фоллинджер сейчас, Юра. Так, вы видите, что здесь происходит. Пробочку Фоллинджер прогоняет. Здесь адепт сейчас будет готов. Твайлайт запилен. Так, уезжает пробка и вторая. Повезло, кстати, ни одной не забрел сейчас. Здесь пошли раучи понемножечку. 6 штучек. 6 плюс мув. Что здесь интересно будет? Будут ли это глевчики или что-то еще? Нет, смотрите-ка. Интересная тема такая. И адептик все спалил. Раучами надо идти вперед, на самом деле. Привет, Алекс Пенкин играл с Зергом. Привет всем. 10 плюс пилон. Даркшайн делается. Скоро будет и варп готов. Продолжается движуха. Попытка сбрить сейчас. Идет сталкер мюд. Надо заходить быстрее, гейт подбревать. Е-мое. Падают пилоны. У скиллоса гигантские проблемы. Здесь где-то дарк варпится. Где он варпится вообще, я не вижу. А, он дома на хг варпится. Ну, кстати, крит-дэмэдж может получить протас сейчас, несмотря на то, что у него, кажется, есть дарк. Что Фоллинджер делает, я не понимаю. Какой-то бред он делает вообще. Смотрю. Еще два дарка варпится. Нет, чтобы сюда завести лингов, убивать пробок. Бежит всеми на мейн. Здесь ничем вообще не убивает. Что за бред-то, е-мое. Здесь халявные пробки. Все. Сейчас эту игру Фоллинджер отдаст, потому что он не сможет крит-дэмэдж нанести на второй базе. Все пробки абсолютно живые, короче. Мда. Какие-то фаербула на рампу. Занервничал, занервничал. Увидел одного дарка. Все, что нужно было сделать. Оставить несколько лингов здесь. Завести часть юнитов сюда с роучами. И потом вот этими лингами грызть пробок. Они б, если уехали, отсюда линги бы накинулись на пилон и сзади бы они на пилон накинулись. Все. Ну, теперь надо выходить в роучи. Мух, скорее всего. Завести часть юнитов. Так, раскачался Фоллинджер немножечко сейчас. Четыре дарка пришло. А что с ними делать-то? Нечего с ними делать. Они начинают резать все. Минус вторая база. Это провал. А как же близок к победе был Фоллинджер в этой игре реально. Всякое бывает. Здесь пробки уничтожаются, конечно. Но 6 штук недостаточно, потому что здесь погибла база полностью вообще. Так, плюс 2 архона. А, телепорт домой мне не делать. Одного потерял зачем-то сейчас. Манитик Ил активировал премиум на ваш канал. Да мне не в звуках дело там. Мне дело в том, что, во-первых, он криво работает. Это надо как-то пофиксить скайп, я имею ввиду. Во-вторых, всплывают сообщения из-за этого. Фоллинджер пытается хаткост найти скиллоса на 20 лимитов. Уже больше делается, блин. Правда, он не может, смотрите, выйти архонами просто из-за гейта. Здесь есть два дарка без оверсира. Пришел, вот тебе и печаль. Третий архон уже делал. Как выходить-то ими вообще? Нужна призма, чтобы здание не выбивать. Все кроме архонов выйдет. Архонов нужно призме вывозить сейчас будет вниз. Жирные слишком они. Используй в wedge. Изваж 이미 трансмийти. Так, заходит сейчас Скиллос, пошел вар Три архона, сталкера, блин Эти пацанов сейчас нечем забрать Зергу, понимаете, как бы на такой стадии Ему реально нечем Реведжера против архонов это печаль То прокси, то дарки Здесь тоже мерзкий прокс Он и сегодня, и вообще последнее время Все практически прокси Стандартно играют Даркшрайн Почему? Потому что это и дарки Которые могут нарезать, если зайдет Это и хора с архонами То есть это стандартная игра ВВЗ, вот в чем прикол Что-то у меня с горлом боюсь Как не заболел бы я Как не заболел бы я Продолжение следует... 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 Так, идут плетки вперед Надо лингов заказывать Forgive my own Те скажут в чате результат Скоро записи выложу 8 лингов заказано Королева 4 пробки выезжают Так, пошла плетка номер 1 Феорир активировал премиум на ваш канал Что-то Фоллинджер дрона сразу отдает Сейчас еще призма будет Ой, мазеркор сейчас будет еще готов На самом деле здесь надо просто Убить этих зелков и запилить две плетки Все Королеву сейчас выжить Зелка поймать надо Чего они боятся-то Фоллинджер Так, пытаются окружить зелка Зелка не так просто оказалось окружить Хоть-то ведет все наверх Нахрен лингов так отдавать Беспонтово вообще И ни инъекции, ни криптумора не запилено Куда на самый край-то, ё-моё Пильни ты вне вижена его Если криптумор доделается То наоборот хорошо, что на край пилил Нужно бы еще дрончика заказать Потому что двух плеток маловато все-таки Так, у лингов сейчас мук будет очень-очень скоро Надо у верча же выманивать Сейчас как можно быстрее Вот этот пилон надо греться С большим количеством лингов Так, что-то Фоллинджер тут полгода все делает Дрончик ставит еще плетку У верча же тебя овер достанет Это не мне надо говорить спасибо за фрем 25-16 Ну тут как-то у Скиллс уверенно, по-моему, действует Сейчас еще гейт будет готов То есть если не убить все это так Здесь нужно на пофиг убивать Ну, короче, не понимает тайминга Как будто Фоллинджер Вот такой пилон надо сбривать и убивать Все, здесь варп, здесь иммортал Здесь уже без шансов продавить То есть когда убьет Фоллинджер эти здания Вот здесь уже пойдет варп 4 гейтов И смысла в этом не будет просто Все, варп доделся Кстати, если роба выпилить, шанс это на самом деле Так, пилончик падает Гейты отключены, один гейт, иммортала не будет Это очень хороший рассказ Кстати, я вру На самом деле еще можно попытаться что-то сделать здесь Так, королева заходит Надо перекапывать плетки Вот сюда же здесь есть крип Что-то делать-то, ёма Пилон выбивай Фоллинджер ведется с адептами Да пилон ты выбей, ёмаё Пилон один здесь единственный Плетки не успевает перекопать Грызет адепт Да пилон же, вот он стоял, ёмаё Мог выбить тысячу раз этот пилон Плеточка копается, раз Плеточка сейчас закопается, два Куда она попёрла-то, ёмаё Уже можно её под оверчаж прямо Так, здесь линги забегают Всё, оверчаж кончился Мазеркур падает Линги врываются Победа, что ли, для Фоллинджера Даже при таком раскладе Адепты есть Плетки бомбят Пилона надо бить Фокуса нету никуда Но я понимаю нервы Адепты окружаются Охренеть, даже при таком раскладе Смотрите Плетка раш сработал Ну не гиты надо отключенные бить Надо бить, ёмаё Пилоны Пилоны Пайлони Так, королева падает Раз, на мейнеровую Да, тут уже ГГ Даже если здесь Это бьёт плётки Скиллс Девять пробок Осталось всего Хотя, КЗ Чё, да офигеть Куда ты, блин Куда плётки бьют Куда-нибудь Расконтроль Серёга ГВП Но куда плётки бьют Я всё равно Это буду повторять Куда бьют плётки Куда Отмороженный тренер Crazy teacher Короче Всё, райт-клик на пилоны И всё нормально будет Ну что же Напряжёнка тут идёт Скиллс На самом деле Я бы сказал бы Наравне со Стрэнджем Фаворит на выход из группы Не наравне В смысле Один из фаворитов Мне кажется Наравне со Стрэнджем Наравне со Стрэнджем Наравне со Стрэнджем Наравне со Стрэнджем Трэнджем Наравне со Стрэнджем Ну что, Фолленджер скилл Смороз, карта у нас Поехали, следующая игра Дальше у нас матч Венеру будет Стрэндж против Кого там? Против Ванчи, естественно Я не видай Ты слишком умный, короче Но Тебе бы Показывать на ладере Такое все дело Как ты, что значит Отдать вторую базу, если ты пилон Первый в стенке ставил на лоу-граунде И стенку делал Отдать вторую базу, значит Отдать все свои здания, значит ГГ Чтобы не отдавать вторую базу Тебе надо начинать с мейна Застройку на рампе на ХГ делать Все как бы А стандарт застройка на лоу-граунде Потому что если играют по-обычному Это в тысячу раз лучше Но не в тысячу, это лучше как бы Вот Ну если ты ждешь такие хаты Тогда можно как бы так играть Блин, старлайн я не запилил Погодите, надо сетку впилить Вот сюда В описании канала Не добавил ни хрена Ладно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Привет, Тёма, Тёма, Нагана, СК-2Ти, всем привет, ребят. На всех плеерах привет, короче. Twitch, Good Game, Одноклассники. Виде так и не работает, я так понимаю, у меня. Ладно, напишу, чтоб Виде починили в ближайшее время. Так, тут третью фолькнер собираются ставить. Мух делается по дронам 24-25, близкая ситуация. АП и подчёркивание, ТОС активировал премиум на ваш канал. Спасибо. Пацанам за премиумы, стеновому большое спасибо, громадное спасибо. Так, здесь плюс 3 гейтадаршень. Короче, стандартный характер. Какая с архончиками сейчас будет, ребят. ТОС активизация 6 гейтадаршень. Какая с архончиками Mai 3. Выблачny. Ап и под hinten, поддержка 2 гейтадарша, Положди 3 гейтадаршень. короче я решил добавить все-таки в поддержатели потому что будем считать это поддержкой короче фастрон поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает опа а это всего лишь сотенчик спасибо серега сейчас ребят напилю здесь харасс идет спасибо пастронт за сотенчик здесь харасс идет архончиками ну здесь есть роучи уже достаточно вполне третью хатку надо раскачивать здесь у нас третий нексус запилен спорка не прикрывает основное направление сейчас тут сюда можно ёма час архоны рабов расковыряют что ж такое то начинает архона ковырять рабов 5 6 уже минус 7 это катастрофа блин 37 50 уже по рабочим вообще левая тема вам скажу а а а а и а и и и и и и и и Наши войска Атакованы Здесь оверчажи Пытается Фоллинджер вперед ломить Смотрите-ка, лимит боевой Хороший здесь, я вам скажу Филды пошли против Роучей Надо смещаться вниз, пилоны здесь выбивать Здесь оверчажей много Нужны реведжеры Нужно опять заходить сюда Протс нелепо свалил А Фоллинджер бегает туда-сюда И не заходит, только сейчас он поднимается на ХГ Это шанс хороший продавить Пошли филды Роучи заходят в МО Здесь Роучами надо пилон ковырять Да куда ты пилон ковыряй Вон адепты, конечно Пилончик пробивает, сразу проходит вперед Сбревает еще пилоны, фатонки Нужно идти на ХГ, на рампу заходить 100-103 по лимиту На Халде рабочих, кстати, хорошо они на Халде здесь стоят Не пройти на рампу, поэтому Филд пошел на рампу Линги дотекают Има надо фокусить раз Има надо фокусить два Има фокусит сейчас Хорошо, кстати, Фоллинджер фокусит Иморку 78-76 по лимиту уже вровень ситуация На мейн несколько лингов Заходят очень неплохо Вместе с одним Роучем Принимают рабочие с ними бой Здесь Роуч неплохо шатается Но Архоны продолжают харасить Призма полудохлая вообще Так, Дисиморку вышел, расковырял Там тоже что-то вышел, расковырял Скиллоса меньше уже лимита Но, так, Архоны продолжают шатать Архонов развернись, Фоллинджер убей Фоллинджер не разворачивается Архонов не убивает Призма полудохлая Какой-то Роуч там убежали Призму можно сбить сейчас Но надо... Посмотрите, в ключевых моментах Нет контроля Под кайти королевы, сбей призму Все, это просто минус лимита Сколько? Десять Протсу И это печаль вообще Так, Роучи продолжают строиться Будет контр-выход еще от скиллоса 14 Роучи Фоллинджер заказывает Сейчас, да, пойдет выход сейчас Протс понимает, что все плохо Или что Протс понимает Я вообще не знаю Понимает ли вообще что-нибудь Протс Сплит оверов Это фейспалм Уверсиров, конечно Да, варп адепт Еще идет 90 на 110 Надо реводжеров парочку Запилить, мне кажется Да, вообще будет все нормально Так, заходит вперед скиллос Фокус Архона раз Фокус Архона сейчас будет два Архона фокусе Ёп Не фокусе Ничего скиллос Вообще Ой, вообще ничего Вот что это за контроль Был просто Мне матом хочется ругаться Просто Бежит ты, а клик жмет Вот стоит юнит Че у тебя, блин Не отображается хп что ли здесь Фокусить надо, конечно Сейчас бы два Архона Просто они подставились Вот просто Клик, клик Все За два залпа нет Архонов И там уже ситуация Кардинально меняется Не телепортируются адепты Сейчас, естественно Нахрен им сюда телепортироваться Незачем им сюда телепортироваться 114 Хотя боевого лимита Зерга все больше Намного Причем больше, чем Протса Так, заходит наверх Он же два филда Филды, я бы сказал, не ахти Фаербол на призму Пошел Призму надо фокусить Призма уходит Опять на каких-то чудесных ХП просто До фокуси Наконец-то призма сбивается Филдов нету Роучи тупорезит Вот филды появляются Вообще тупит Роучи здесь Просто жестко Архона фокуса нету Вот, наконец-то Архон падает 85 на 70 Там чем-то по лимиту Конец-то Роучи Да и Мортала доходит Нужно с адептами Разбираться Всем еще Роучи заказаны И Мортал с адептами Все разваливает Мясо Причем разваливает Робов сверху Надо отвести Сейчас Прост журобов Имеет больше Короче Дичь Просто полная Я перенервничал Болею за Фоллинжера Теперь с ним Лично знаком Видел Ну, скиллоса я не видел Ну, какая разница В принципе Может, я здесь И не должен болеть Но я болею Здесь больше Даже не за Игрока А за ошибки Получается Которые он совершает Хотелось бы Чтобы не было Этих ошибок Но они есть И от этого Никуда не деться Как бы ошибки Жесткие Здесь Ну, вот Всю армия бегает Сейчас Фоллинжер Че бегает Пошли Несколько юнитов Сюда Вот Адептов Спалил Скиллос Не кастует Иллюзии Все, адептов Потеряет сейчас Нужно идти В контратаку Пытаться Другого варианта Я здесь не вижу Экономики нет Ни хрена нет Вообще Пацифист 0.3 Не за что Ребят На трещение Ни хрена Не настроено Там ботов Нету Ничего Как бы Такого Поэтому Если сетка Нужна Вручную Я кидаю Там друг Другу Скидывать Помогать Приходят Так Приходят Роучи Реведжеры Здесь Потом Ёма Здесь Как бы Масс Энергия У Мазеркора Надо Блин Камни Наверное Пробивать Здесь Пилоны Так Заходит Фоллинжер Филлы Пошли Филлы Замечательные По арболу По филлу По одному Падает По второму 104 На 118 Как же Близок Он был Сейчас Продолжается Прессинг Масса Адептер Не надо Вот так Надо Лингов Больше Надо Филды Сбивать В таких Ситуациях А не Бегать За ними Ток Филды Кинул Сразу Фаерболы По ним Как грамотные Зерги Делают Ну тут Даже Уже Не помогло Сбивание Филдов Но Скиллов Затерпел Фоллинжер Респект Благодарю За участие Как и Все Я думаю Хорошие Игры Показал Был Близок На самом Деле Победе Над обоими Соперниками Чуток Чуток Не хватает Чуток Не хватает Ну что Матч Венеров Стрэнч Против Стрэнч Что там Спор Про Возник 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 Так Я вернусь секундочку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Все, ребят, извиняюсь, я здесь, я здесь и сейчас, короче, я с вами, вот, погнали. ДимаTorzok 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 короче, два гита здесь, два гита здесь все стандартно, посмотрим, что Хуанчи попробует предпринять ну, очевидно, что Стрэндж здесь фаворит абсолютно, как бы, в этой группе, да он сейчас на неплохом уровне находится, игры но могут удивить СНГ всегда может удивить каким-нибудь ческом, во-первых во-вторых непонятно, как Стрэндж тренился сегодня, например, ну, хотя, в принципе тут запас есть плюс Хуанчи ставил прокси в предыдущей игре с Зергом очень часто опа смотрите, какое здание у Хуанчи, интересно здесь запилено, видел ли его Стрэндж конечно, нет, оно после уже запилено два сталкера сейчас выйдут проверяют, нет ли пробки на мэне здесь пробочка сныкалась одна опа, сразу уже пошел пилон сразу же пошел пилон два сталкера после адепта Стрэндж здесь проверяет, Кванчи нет ли пробки рядом а адепты-то могут залететь в это время так, сталкер проверят, здесь ничего нету все возвращается назад сейчас иллюзии полетят вперед так, Кванчи видит эти иллюзии идет за ними так, а почему, а, все, пол адепты телепортнулись надо шатать, короче, адептов кстати, это интересная тема сейчас тут это получается такая улыновая тема ну а где же Мазеркор? Мазеркор отсутствует хороший гейт, ну как, относительно хороший понимает ли Стрэндж, что это происходит я не знаю, понимает или нет так, и здесь можно гейт, кстати, оставлять на самом деле потому что 4 они все и понадобятся плюс 2 еще сталкера добавляется здесь гейт тоже строится Стрэндж проверяет и сейчас спалит, где гейт стоит здесь с Н3-2 как бы потом строится поэтому, так, пробка минус может успеет запилить Кванчи пилон еще дополнительно, нет, не успел ну надо, короче, сталкеров отгонять если пилон будет сбит, то это гг, все но я думаю, что Кванчи успевает здесь прикрыть пилон свой хотя, не, ни хрена, он не успевает прикрыть что ты делаешь, е-мое, куда ты отошел-то, е-мое это катастрофа, гг ну хорошо, Кванчи хоть сталкеров забирает здесь Стрэнджу-2 так, уверчаж выставляется пилон надо восстанавливать ну вот реально, двумя иди вперед ты же веришь, что два, а не четыре выйди ты двумя вдруг бы Стрэндж испугался и отошел но Стрэндж, кстати, не дурак конечно, он бы не испугался он бы продолжил пилон выбивать здесь это ключ к победе был вот этот пилон пробить на самом деле так, пытаются Кванчи тут на Филдоса разводить развел, неплохо, кстати Мазеркор подрезать не получилось по сталкерам атакует так, уверчаж пошел да, варп, еще сталкеров сюда идет сколько есть? семь, девять есть ну и Мортала не пробить будет и Мортал жирный очень, товарищ как бы единственное, что думаю, можно сделать так это снять с него поля а потом каким-то агрессивным блинком может быть зайти так, Мазеркор Кванчи сбивает прессинг будет продолжаться с Иммортала поля бы снять в автомате, да, в автомате у Стрэнджа стоят поля обратите внимание это важный очень момент я бы сказал ключевой это момент вообще здесь в этой всей обороне все, поля кончились надо зайти сейчас на ХГ что Кванчи делает здесь Иммортала подловил Иммортала забрал хорошо Кванчи действует я вам скажу сейчас но надо ИМА фокусить ИМА фокусит запокусил ИМА пробки выходят против пробок как-то Кванчи ну хотя нет пробок от фокусов Стрэндж начинает демеджных сталкеров шатать Мазерхур готов Кванчи не хватает контроля здесь реально если бы он сейчас сфокусил Имм а потом сталкеров фокусил я думаю мог бы и задавить но теперь будет еще один уверчаж очень скоро сталкеры еще так, уверчаж Стрэндж выставляет нужно добивать Килон, конечно иначе здесь нормально все Стрэндж делает так, минус центра Филда не будет у Стрэнджа что за переблинки-то стремные куда ты блинкаешься? сюда надо блинкаться что ты делаешь, Кванчи? я болею немножечко за Кванчи потому что он здесь совсем не фаворит вообще в этой паре, естественно ну почти, почти задаю ну какая разница, почти тут у нас такая тема то есть задавил выиграл молодец красавец не задавил факинг чизирок короче был наказан у нас так обычно происходит вот зелки начинают пилон убивать уже и пилон нечем и прикрыть-то ну тут гг можно писать зелки сейчас пилон собьют тут сейчас варпится юнит это успеет успевая доварпится но пилон падает здесь Кванчи и пытается уйти ну а чё здесь ничего не сделать больше всё прилетает мазеркор кстати понятно было что Стрэндж уже не собирается как бы ну ничего там так, мазеркор минус что Стрэндж не собирается никаких дарков там строгитов у него никаких нет понятно что роба было сейчас нужно было Кванчи что сделать ему нужно было просто напросто мазеркор вести в бой и где-то здесь еще пилон пилить может быть это кстати помогло бы ему 31-37, Кванчи не сдаётся до конца гейминг, демонстрирует, но нет. Сталкерам слишком далеко подходить, сейчас ещё и Мортал будет готов. Пилончик надо восстанавливать, устанавливать. Стрэндж понимает это и идёт убивать пилон сейчас. Разведывают сталкера, адепта иллюзии. Он падает, гэгэй, пишет Кванчик. Близок, просто невероятно близок он был к тому, чтобы продавить сейчас, но, к сожалению, не продавил для Кванчей. 1.0 Стрэндж. Блин, что-то с насморком, блин. Я надеюсь, ребят, не заболею я, то это будет очень печально. Я вас всех приветствую, ребят, и благодарю за поддержку. Благодарю за внимание. Помните про поддержку. Поддерживайте меня и мой канал. Подписывайтесь на премиум и отключайте адлуки. Через реквизиты, а лучше через плеер, поддерживайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Кедр 24 РУС активировал премиум на ваш канал. Ну что, ребят, Стрэнч 1-0, вторая игра, поехали. Продолжение следует... Так, ну что, два адептика, у Стрэнджа, у Кванчи два сталкера строятся. Один бустится, надо и второго сейчас подбустить будет. Заказан Мазеркор, один-то быстрее строится, чем второй. Это видно, но в принципе они ненамного раньше он выйдет. Но это расстояние надо сократить, поэтому нет смысла, чтобы на секунду-другую выходил сталкер раньше. То есть он все равно отстает, и их вместе надо держать. Но как вышли, так и вышли, это все мелочи. Вот это уже реально мелочи, как бы. Вот. Ну и такие даже желательно мелочи продумывать. Третий пилончик у Кванчи пошел. Адептики Стрэнджа идут вперед. Не стал телепортировать, правильно сделал сейчас Стрэндж, иначе они бы под сталкером, под раздачу попали. Кванчи что-то гоняется за иллюзиями. Стрэнджа идут вперед. Так, разводят Стрэнджа адептами. Конечно же не будут телепортироваться сюда. Нексус видит у Кванчи. Кванчи на пару рабов. Больше надо начинать раскачивать Нексус. По-немечку, 4 пробки, ему даже 6 пробок сейчас сюда можно перевезти уже. Так, адепты не заходят. Кванчи не спешит переводить. Видите, вижу интересное здание, которое сейчас заказано. Так, адепты на вторую телепортируются. В итоге пробками просто не начать добычу. Иллюзия еще и на мейн, потому что сейчас все спалит вообще Стрэндж. Какой провал-то, а? Пробки переводится. Две Стрэнджа халяву срезал. Пошли филды. Нужно оверчарж ставить, если не хотел потерять... Активировал премиум на ваш канал. Если я не хотел Кванчи терять Центрю, ему нужно было оверчарж сразу встать. Еще два адепта заходят. Они пробок нормально здесь пошатают. Вот загрузил часть, а здесь остальные летают. Призму туда-сюда засаживают, высаживают Кванчи. Ну, интересно, поконтролил здесь призма есть. Надо добычу все-таки начинать. Заказан ли стабилизатор? Нужно мув делать призме. Без мува не будет работать все это дело. Ну, таким билдом я играл. Лайт такой процесс играл частенько. Я с ним попадался. Ну, здесь очень многое зависит от эффективности харасса, на самом деле, стабилизатора. Можно вообще унизить, а можно ничего не сделать. Ну, странно же, третий Нексус. Так, что там у нас с этой призмой? Где она вообще ходит, эта призма? Призма на мэне. Вот иллюзию такую бы сбить бы, но чем ее собьешь? Нечем, так сказать, вообще. Сейчас Стрэндж все поймет и... Загружает Кванчи дестабилизатора. Третьего делает. Третья Нексус запилен. Здесь даже желательно по армии бы жахнуть Стрэнджа. А как по армии жахнешь? О, здесь уже блин готов. Против блинка крайне опасно вот такими темами воевать. Так, адептики иллюзии посылают. Кванчи залетает. Видел он, что блинк есть? Я не уверен, что видел. Минус призма, минус дестабилизаторы. Харас закончен. Вот о чем я говорю. Может быть жестко, а может быть провал. Это провал, я называю так. По-другому это не назвать. Адепты зашли. Правда, Стрэнджу-то адепт не заметил. Хорошо, они тут три пробки уже забрали. Но четвертую не получится забрать. Так, иллюзия от Кванчи прилетает. Здесь Стрэндж идет вперед. Он блинком хочет Кванчи давить. Один сталкер, минус дестабилизаторы есть у Кванчи. Парочку штук. Пилон всего лишь один здесь. У Стрэнджа реально много. 96, 79 по лимиту. Минус два дестабилизатора. Минус Сентриан с Гвардианом. Это Изи Стрэндж просто. Мазеркор минус. Пилон Стрэндж сбивает, сбивает. Варп очень четкая реализация Стрэнджа. Стрэндж первое место. Время его и поздравляем. А сейчас Кванчи будет биться с Скиллосом за выход из группы. Со второго места. А мог бы Фолинджер биться, если ошибочек чуть бы поменьше было. У него. Стрэндж с Гвардианом. Стрэндж присоединяется к Блаеву Фрэнду. Двум зергам, уже прошедшим в плей-офф. Завтра будет группа В, ребятки. Играет в ней Кас, Коу, Рейл, Вердос, он же и Браток. Кас против Братка, Вердос против Коу. Первые матчи. Ну а дальше два ТВП. Будет очень интересно. Одна из самых интересных групп, на самом деле. из всех, как мне кажется. Причем группа такая, где... Ну все могли бы претендовать на выход в плей-офф в этой группе, как мне кажется. Но так получилось. Так получилось. Хотя у нас везде много сильных игроков. Мне кажется, какого-нибудь из зергов с Блая группы можно было группу Б впихнуть. А кого-то из группы Б впихнуть туда. Не знаю, может быть шансов было бы больше. Да не может, а точно. Так же, как и я тебя на ладере проблел. Я бы не сказал бы, чем-то похоже, но не так, на самом деле. То есть, получается, что я-то на ладере там уже улынил от безысходности. То есть, и проперл его на халяву, что там дестабилизаторов словил, как бы, на халяву. А Стрэндж играл оборонительно. То есть, если бы он не сбил эту призму, он бы не проигрывал бы вообще далеко бы тут. Вот. Но сбив эту призму, у него появилась возможность убить вот так, как он убил. Стрэндж играл оборонительно. Стрэндж играл оборонительно. Продолжение следует... 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 Так, у Скиллоса блинк, у Скиллоса третий нексус Здесь тоже третий нексус пошел Ну вот у Кванчи, кстати, грамотная макро То есть он понимает, что навряд ли может Пока призма живая оппонент куда-то вылезет Вот, и это очень важный момент Ну и посмотрите, вот у Скиллоса, да, как бы разница по билдам Кванчи больше, лимита больше всего А у Стрэнджа было и лимита не меньше И блинк уже к этому моменту был Вот в чем прикол Так, прилетает призма, надо было жахнуть Кванчи не жахнул Ё-моё, как повезло сейчас Как же повезло, аккуратнее надо быть Куда там залп-то, в молоко пошел залп Ну все, лучше призму не отдавать в тупую Сейчас лучше улететь, тем более блинк сейчас будет готов Причем Скиллос я, насколько я вижу, сейчас он вообще выход хочет какой-то сделать Кванчи есть чем ответить Нет ему нечем ответить, у него два гейта Всего лишь И дестабилизаторы А блинк это все неплохо контрит Потому что когда сталкеры переблинкиваются Они могут и агрессивно блинкнуться, фокуснуть Они могут и отвлинкнуться, блин И призма сейчас не дома вообще Так, здесь плюс дестабилизаторы Скиллос идет вперед Здесь призма висит Ну а что здесь призма должна сделать Я пока понятия не имею Так, здесь какой-то залп был Куда там был залп вообще, я чуть не понял Где Мазеркур тоже без понятия Залп пошел Вбивает скиллос дестабилизаторов Заходит Кванчи Оверчаж пошел раз, оверчаж пошел два Призма ли это Вот, вот, призма не харассит и не дома ее нету Конечно же это фейл полный Здесь сталкеров слишком много Пишет Кванчи, ГГ, угарает Ну, вторая, в общем-то, дожавюка Как и в прошлой игре Вот раз призму не потеряла, его блинком пробили Вот такие вот дела Ждем вторую игру Сейчас, знаете, Team Liquid Я гляну, что там у нас к чему Андердокс там идет Ну, Андердокс мы не будем стримить сегодня по-любому Надо бы отдохнуть маленько Потому что стрим идет с 11 практически То есть уже более 10 часов Запилю, конечно же, запись на ночь И пойду отдыхать Ну, а завтра продолжение с двух часов примерно Ну, а вы, естественно, не забывайте поддерживать Подписывайтесь на премиум По реквизитному официанию Через флеер Лучше через флеер бомбите Розыгрыш премиум введем Либертин активировал премиум на ваш канал Либертин активировал Либридин активировал премиум Либридин активировал премиум Либридинدي Либридин активировал премиум Valey milhões Смотрим Через фу Sóси О, месяц Измены Ну что, все и разыграли. Да, постус, кстати, тренч челлендж-то выполнил, получается, так что StarLine ждет. Насчет меня там уже сам, смотри, с меня и так много челленджей на сегодня. Завтра не SGL, а Life&Cup. Обычно он начинался в 14.00, я думаю, ничего не изменилось с того времени. Точнее, я даже уверен, что ничего не изменилось. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Два snap. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. обычно у нас, насколько я помню, проходит. Ну всё, мы это же будем смотреть. Игра приостановлена. Паузу скиллы спросят. Описывался скиллы. Вцпу среди игры. Кванчи, угарай давай потом. Не, ну теперь-то уж надо сейчас. Просто да, надо либо до игры это делать, либо как-то хз. А может на клапан бомбануло, откуда вы знаете, откуда Кванчи знает, всякое может быть. Игра возобновлена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Я здесь, среди тьму. Так, иммортал заказ. Надо адептикам на мэн слетать. Здесь контр-робо с хайграунда просто идет. Сейчас пилон погибнет еще. Что-то не понял, но, блин, в чем пикол. Здесь еще пилон погибнет у кванчи. Так, адепты на мэн не гоняют. Пробочки подрезал. Четыре штуки кванчи. Сентриас с адептом еще идет. Но сейчас иммортал-то не достроится, пацаны. Что происходит вообще? Кванчи что-то от безысходности просто здесь сделал билд. В итоге все здесь отдалось. Это 2-0, ребятки. Скилл из, походу. Я немножечко прибомбил даже у кванчи. Видимо, от согретых рук скиллоса. Продолжение следует... Делаю стоп-старт, ребят, без задержки. Сейчас срываюсь. Делаю стоп-старт, ребят, без задержки.